Друзья, здравствуйте. Ну что, потрясающие новости. Непонятно, то ли привет от Буданова, то ли черная метка Кадырову. В университет спецназа в Чечне прилетел беспилотник. Дым был виден на километры. Кадыров сразу публично обвинил Украину. Вот только есть и другая версия. Кадыров говорит, возмездие, мол, грядет. Только непонятно кому. После неудачного покушения на Кадырова и объявленной им кровной войны, кровной мести, кошельку Путина, складывается впечатление, что атака по университету спецназа в Чечне может быть и результатом внутренних разборок, бандитских разборок внутри России и определенным приговором для самого главы Чечни. На самом деле это так ли? Когда закончится война? Правда ли, что к 2026 году Путин планирует захватить Харьков, Днепр и Запорожье? Оо всем этом мы не только. Сегодня поговорим уже с легендарным Цезарем Максимилианом Андронниковым, замглавы командира Легиона Свобода России. Максимилиан, здравствуйте. Давно вас не было видно. Спасибо, что нашли время. Честь имею. Здравствуйте, Алексей. Рад приветствовать вас и ваших зрителей. Уверен, у вас были неотложные дела. Спасибо вам за вашу работу, друзья. Ваши слова поддержки русским добровольцам, настоящей русской оппозиции, которая не только словом, но и делом с оружием в руках стоит на защите Украины и на самом деле борется с путинским режимом. Оставляйте в комментариях от меня, Максимилиан, лично вам и вашему подразделению слова сил, поддержки и мужества, конечно. Благодарю вас. Ну что ж, впервые Чечня была атакована беспилотниками. На самом деле символично достаточно так. Под ударом такой символ республики, университет спецназа. Кадыров действительно уже пообещал, значит, неотвратимое возмездие. Но такой с какой-то легкой ухмылочкой. Непонятно стало многим в комментариях под публикацией его этой угрозы, кому именно угрожает Кадыров. Чеченские эксперты, вон, пишут, что делая заявление об уничтожении врагов, которые неминуемо последуют, Кадыров имел в виду совсем не украинцев, но о каких-то собственных врагов, которые еще совсем недавно, да, по его словам, замышляли покушение на него. Как вы видите эту ситуацию, Максимилиан? Насколько историческим является это попадание в университет спецназа? Ну и кто может за ним стоять? Вы знаете, как бы сказали в Одессе, назвать эту халабуду университетом, но у меня язык не поворачивается. Значит, это, конечно, нескромное строение, на котором было разворовано неимоверное количество денег. Университет, чтобы вы понимали, СИИ университеты готовят от 5 до 10 дней пушечное мясо для подразделения Ахмат. Пушечное мясо набирается из различных регионов России, и в соотношении пропорции 1 к 10 наполняется собственноэтническими чеченцами, кадыровцами. Настоящие чеченцы, они сражаются сейчас на стороне Украины. С нами, что называется, плечом к плечу. Так вот, один кадыровец, командир отделения, несколько человек пушечного мяса из различных регионов России, 5-10 дней подготовки, наскоро их снаряжают и отправляют куда-нибудь в Курскую область, там, или Белгородскую, снимать тиктоки. Кадыров, как всегда, путается в показаниях. Начинал он с того, что прилетело по пустому зданию. Прилетело, как он высказывал версии со стороны Украины, потом он почему-то передумал, сказал, что там содержались украинские военнопленные, естественно, что украинская разведка прекрасно знает, где могут содержаться украинские военнопленные. Это раз. Второе, в зданиях, где они будут содержаться, никогда ничего не прилетит со стороны Украины. Это вполне логично и понятно. Третье, да, мы подходим к тому, что здесь начинается дележка вкусного финансового пирога в Айлдберрис. И, соответственно, появление у Кадырова сильных соперников из других регионов Кавказа, которые сами бы хотели откусить от этого пирога. Тут Кадыров начинает разбрасывать намеки, угрозы, говорить о том, что он всех накажет, и что его бойцы где-то там на 100% увеличат свою эффективность. Наверное, станут снимать в два раза больше тиктока. Ну а в целом, как вы считаете, кто может стоять за этой атакой, по вашему ощущению? У Кадырова очень много врагов, на самом деле. Он их щедро очень создавал в период своего всевластия, который, естественно, будет, ресурсы его будут таять. Потому что это понятно, что, несмотря на то, что финансирование Чечни всегда было приоритетным, скажу, я не раз смотрел таблицы финансирования российских регионов, сколько туда приходит денег, сколько зарабатывает сам регион. Чечня – это прорва для бюджетов России. То есть из условно Ивановской, Владимирской области, еще откуда-то там, из условно Якутии с ее алмазами, деньги утекают именно в Чечню, чтобы Кадыров содержал там свои зоопарки, свои автокортежи, чтобы он мог тусить в Дубае и так далее. Именно так и проводится эта извечная имперская политика – отобрать у одних и дать другим, чтобы подкупить их лояльность. Это ничего нового в этом нет. Но бюджет России, как мы понимаем, не бесконечен. Он испытывает большие трудности в связи с войной. Вспоминая несколько дней назад, Центробанк в очередной раз поднимает ключевую ставку. И это не такое, не мелкое событие, не случайное. Те, кто маломальски разбирается в экономике, понимают, что ключевая ставка 21% – это очень серьезно. Это фактически поставить крест на развитие экономики. Просто поставить на ней крест. Потому что ни один вменяемый бизнесмен уже под 25-30% не пойдет брать кредит. Он не сможет открыть бизнес и развивать его. Это логично. У меня вот как раз есть под рукой статистика. Москва Таймс посчитала, что за неделю войны против Украины Россия тратит больше денег, чем 80% ее регионов тратит в год. А некоторые регионы в год тратят даже меньше, чем Россия за один день войны. Бедно очень живут, наиболее бедно в Ингушетии, в Калмыкии, в Ненецком автономном округе. И вот когда мы видим такое непропорциональное распределение средств, мы говорили абсолютно дотационной Чечне, как вы считаете, такая несправедливость может ли рано или поздно сыграть какой-то ключевой фактор в процессе дефрагментации России? Вообще верите ли вы в то, что вот распад, о котором так часто многие там говорят, мечтают, давайте так назовем, он реален? Он реален, он может быть временным, он может быть постоянным. Это вопрос интересов народов России и регионов. Какой смысл насильно затягивать петлю на их шее, заставлять их быть в одном государстве, которое лишает их возможности развиваться? Давайте объективно посмотрим. Если мы сейчас посмотрим на Европу, на цивилизованный мир, то там идут какие процессы совершенно противоположные? Процессы интеграции. Причем эта интеграция, она идет в интересах участников, в интересах стран, которые интегрируются в Европу. И от этой интеграции они не страдают, они только приобретают. Они получают пространство без таможен лишних, без дополнительных каких-то пошлин, возможность развивать свою логистику. То есть это все идет на пользу производству. Опять-таки объединенные финансовые усилия европейские, это гораздо лучше, чем усилия какой-то одной страны. Поддержание совместной валютной системы, оно также проще и упрощает очень многие вопросы. И если в России регионам будет жить интересно отдельно, если это даст возможность поднять уровень жизни, прав и свобод граждан, это можно приветствовать. Но есть очень высокая вероятность, и я скажу, что она близка практически к 100%, что такая дефрагментация приведет к консервации пропутинских элит. То есть если сейчас условная Чечня получает независимость, то вы понимаете, что независимость под пятой Кадырова для Чечни означает очень печальную картину. То есть это будет все то же самое, что было и есть при Путине, только минус путинские деньги. Представьте, что финансирование Чечни сокращается в несколько раз сейчас. На фоне того беспредела, на фоне той тирании, на фоне тех чудовищных поборов, которым подвергаются все, от простого работника до бизнесмена, люди отдают от 10 до половины заработанного в так называемый фонд Ахмата Кадырова, ну и в разные другие фонды, которые курируются, естественно, родственниками Кадырова. То есть представьте, что в условиях, когда Чечня останется совсем без денег, это приведет к резкому обнищанию населения, к росту криминала, к кровавым бойням, к попыткам какого-то передела с соседними регионами. То есть это надо понимать, к чему это может привести. Опять-таки, если мы посмотрим на Дальний Восток, давайте посмотрим честно объективно. Рядом с Дальним Востоком находится Китай, страна, которая, мягко говоря, далека от демократии. Если кто-то не знает о судьбе Угуров, очень рекомендую ознакомиться. 25 миллионов человек в нашем 21 веке живут в условиях цифровой тирании. Они зачастую разлучены, муж отдают в качестве раба в китайскую семью, женщину в качестве секс-рабыни или служанки в другую семью. Им запрещают исповедовать свою религию, свою культуру, как-то собираться. То есть, условно говоря, Якутия, которая получает независимость от России, если она не обеспечит свою собственную безопасность, она может пополнить, скажем так, последовать печальной судьбе уйгуров. То есть, тут должна быть не независимость ради независимости, а соблюдение интересов субъектов, потому что это могут быть и субъекты с исключительно, например, русским населением. Да, там какой-нибудь Дальний Восток, Хабаровский край. Тот же самый Хабаровск. Мы знаем прекрасно, насколько он антипутински настроен после того, что было сделано с местным губернатором Фургалом, которого посадили в тюрьму. Мы прекрасно знаем настроение хабаровчан. То есть, это был человек, который действительно отстаивал интересы региона. Но Москве было неинтересно. Москве было интересно, чтобы все замыкалось на Москву. Финансовые потоки, распределение кадров. И поэтому он был отправлен за решетку. Если все это будет в интересах регионов, если им отдельно будет лучше, дай бог. Если нет, если будет попытка консервации путинских элит в этих регионах, то я вам скажу, что эти гноники надо дочищать до конца, иначе будет для жителей регионов еще хуже, чем сейчас. Закрывая тему Кадырова, не раз слышал тезис своих собеседников о том, что сам нынешний глава Чечни, военный преступник, метит куда выше и даже видит себя чуть ли не на троне в Кремле. Как вы считаете, есть такие амбиции у Кадырова и каковы его шансы? Амбиции есть, конечно. Амбиции есть, тем более, что он ведет скрытую медийную кампанию. И очень часто закидываются нарративы, где он сравнивается со Сталином, хотя он категорически Сталина не любит, как человека, который репрессировал чеченский народ. Чеченцев, ингушей, татар, немцев. Очень многие народы подверглись репрессиям в период Второй мировой войны. Но, тем не менее, закидываются нарративы, что Путин слишком мягок, нужна крепкая настоящая такая кавказская рука, как у Сталина. Уж он-то точно всех квадроберов победит, да. И, значит, нацистов разобьет на Украине, не будет ограничиваться полумерами. Такую информационную политику он проводит. И он, хочу сказать, Алексей сохраняет свои войска, ведь они реально не несут потерь. Тем более, с учетом того, что его тикток-подразделения, напомню, разбавлены один в десяти. То есть, там на тысячу бойцов буквально сто самих этнических чеченцев-кадыровцев. То есть, он свои даже скромные военные успехи, он опять-таки делает на крови жителей других регионов России, а не на крови самих чеченцев, в основном. Друзья, как вы думаете, кто может прийти к власти в случае смерти или убийства Путина? Оставляйте ваши мысли в комментариях. Приведет ли процесс поражения российской армии или падение путинского режима, деформентации, развалу России? Очень ваши мысли интересны. Пишите их, будем обсуждать в последующих интервью после того, как лайки поставите. Друзья, хочется, чтобы большее количество людей увидело нашу сегодняшнюю беседу, особенно в контексте нашего сегодняшнего потрясающе интересного гостя. Я знаю, как вы любите слушать рассуждения Цезаря. Друзья, нажимайте, пожалуйста, на палец вверх. Правда, это будет очень полезно. Враг не оставляет в покое мирный украинский мегаполис. Мой родной Харьков каждый день стирается просто с лица земли. Попали в визитку города, в Газпром. Действительно, первый украинский небоскреб. Да, да, в Держпром. И очень больно на это было смотреть. И здесь просто в этом контексте продолжают распространять телеграм-канал и публикацию. Это здание Бильд, которое на самом деле уже не новое, где говорится о том, что Харьков остается приоритетной целью для захвата оккупационной армии. Мол, до конца 26-го года Харьков, Днепр, Запорожье Путин планирует захватить и после этого остановить войну. Публикация не новая. Понимаю, что все это меняется. Однако, ну, просто не могу не отреагировать, потому что вы отправляли мне уже и в личное сообщение этот материал. Как вы считаете, Цезарь, у вас есть сейчас понимание, какие цели перед собой сейчас ставит военный преступник? И действительно ли такие мегаполисы, как Харьков, Днепр, Запорожье находятся все-таки под угрозой оккупации? Или же такие цели нынче не по зубам? Давайте начнем с немножко отвлеченной темы. Может быть, мы ее будем проговаривать сегодня, да? Доблестные сыны корейского народа, которые прибывают сейчас в зону боевых действий, они ведь не от хорошей жизни туда направлены. 18 октября этого года, буквально полторы недели назад, Свердловский губернатор говорит о том, что регион исчерпал мобилизационные возможности. Поверьте, сказать такие вещи, это он сильно рискует. А Ебург, это очень как бы регион-то и богатый, и с достаточно высокой плотностью населения. То есть, если уже губернатор Ебурга и Свердловской области говорит о том, что уже некого, ну вот поэтому и едут корейские товарищи. Это раз. Второе. Это я так плавно подвожу. Война, она все-таки боевые действия, они зависят сильно от экономики. Значит, на момент 20-го года потребность российских предприятий, среднеофициальная, в рабочей силе, декларировалась как 6,4% от численности работников. Это то количество, которое им не хватало. Сейчас это 33%. Мы уже видим, что в Брянске закрывается молочный завод, значит, райком закрыт, все ушли на фронт, да. Где-то в Чите еще где-то закрываются предприятия, потому что не только потому, что оттуда забрали много мужиков. Нет. Я просто знаю, как это работает. Пятерых забирают, пятьдесят увольняются сами, уходят в тень, потому что они не хотят, чтобы их забрали. Это именно так работает. Понятно, что сейчас за границу уже мало у кого есть возможность уехать, но люди увольняются с белой работы, люди уходят в тень для того, чтобы их не нашел военкоманд. Поэтому их история о том, что на Украине проблемы с мобилизацией, в Украине, прошу прощения, это все еще мой российский бэкграунд, да, вот, в Украине проблемы с мобилизацией, а уж в России-то проблем с мобилизацией нет, есть, очень серьезные проблемы. Постоянно поднимается стоимость головы наемника, постоянно приходится нашкребать новые ресурсы. Вот сейчас везут корейцы. Вы же понимаете, насколько трудно корейцев без боевого опыта с языковым барьером мощнейшим интегрировать военную машину России. Их можно как-то ограниченно использовать, естественно. Примерно догадываюсь, как их будут использовать. Вот, не хочу подсказывать противнику. Вот, если оно будет, то оно будет. Вот. Противник сосредоточил свои основные усилия однозначно на Покровском направлении. Да, вот я тут на днях пошутил в своем телеграм-канале, кстати, немножко рекламирую, открыл свой собственный телеграм-канал. Мы ссылку оставим в описании. Я пошутил, что, помните, как Дугин говорил, кто контролирует змины, тот контролирует ход мировой истории. Там был якобы храм Аполлона. И я просматривая карту, увидел, что все стрелочки наступления сходятся на небольшом селении Константинополь. Я подумал, может быть, Дугина перевели в оперативное управление генштаба российского, потому что можно взять небольшой поселок Константинополь, но большинство граждан России просто не поймет и подумает, что российские войска вошли в Стамбул. А Эрдоган, прочитав это утром, его просто хватит инфаркт. Такой уровень планировал у них. Понятно, что они пытаются прогрызть запорожское направление, сходящимися ударами срезать наши выступы, двигаться на Покровском направлении. Наше подразделение активно, не один месяц сейчас работает. Мы находимся на Харьковщине. Противник здесь не имеет совершенно никакого успеха. Более того, часть позиций он сдает. У него очень сомнительная перспектива на Харьковском направлении, потому что без каких-то серьезных выливаний свежих сил, без каких-то перегруппировок он здесь ничего не добьется. Противник однозначно очень хотел бы расколоть ударами с восточного направления нашу оборону, что он пытается делать на Купинском направлении. Выйти к северскому донцу, обеспечить северским донцом себе правый фланг группировки, которая могла бы наступать на управление Славянской и Краматорска. Но при нынешних его силах и средствах это, вы знаете, настолько далеко идущие планы, что не факт, что он их сможет реализовать вообще в ходе зимы. Естественно, что вся эта военная деятельность, она завязана на политику. Все ждут исхода ноябрьских выборов в США. Все прекрасно понимают, что либо вектор помощи останется таким, либо будут кардинальные решения от Трампа, который может либо резко ухудшить обстановку, либо резко ее улучшить. Трамп человек непредсказуем. В любом случае с нами остается Европа, с нами остается Канада. И как бы у нас собственное производство по ряду компонентов наращивается. Если в прошлом году только каждый шестой, каждый седьмой снаряд на фронте был украинский, то сейчас это уже каждый второй снаряд. Опять-таки промелькнула очень интересная новость и новость показательная. Она характеризует работу российской разведки. Представители немецкой промышленности заявили о том, что они открывают заводы «Римметалл» от заводы по производству техники, новейших боевых машин «Линкс Рысь». Это очень достойная боевая машина по производству боеприпасов. И что сказала российская разведка? Она, собственно говоря, ничего, во-первых, не сказала, не озвучила. Во-вторых, если немцы делают такое заявление, то это значит, что они исключают возможности уничтожения этих предприятий. Значит, их безопасность гарантирована. А это значит, что на территории Украины будет упрощать логистику производства собственных боеприпасов и техники. И я думаю, если они открывают такое производство, то они понимают и политические перспективы. Что сопротивление путинскому режиму будет продолжаться, что потребность в этой технике снаряжения и боеприпасах, она будет.